Миссия Церкви Миссия, возложенная Христом на апостолов и их преемников, в наше время далека от завершения. Еще существуют на земле многие народы, которых почти не коснулась проповедь Христа, огромные регионы, где евангельское слово едва слышно. Некоторые страны, когда-то бывшие христианскими, ныне опять возвратились к язычеству и неверию, и они требуют новой проповеди, новых апостолов. Тысяча лет назад равноапостольный князь Владимир крестил Русь, и с этого момента начался долгий, многовековой путь постепенного искоренения язычества и насаждения христианства. К 15 веку, благодаря трудам и подвигам продолжателей апостольского дела, страна превратилась в ту святую Русь, о которой мы читаем в летописях, где каждый человек, и старый, и малый, знал учения Христа, ходил в церковь, где даже грамоте учили не иначе, как по псалтире. Но в последующие века появились тенденции, приведшие к духовному кризису, следствием которого была катастрофа 1917 года и 70 лет вавилонского пленения, когда силы ада хотели окончательно уничтожить всякую память о Христе и вытравить Бога из сердец людей. И страна снова превратилась в языческую, и люди снова оказались сидящими во тьме и ожидающими света. И снова перед христианами, особенно перед пастырями, преемниками апостолов, стоит та же задача, что стояла перед князем Владимиром тысячу лет назад, перед апостолами две тысячи лет назад, проповедовать Евангелие и крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа, сокрушать идолов и на месте их воздвигать храмы Христа. Идолы на наших глазах сокрушились с невиданной силой, но воздвигнуть на освободившемся месте духовные храмы, заполнить образовавшийся вакуум истинной верой еще предстоит. И от того, справится ли Церковь с этой миссией, найдутся ли сегодня люди, равные апостолам в вере, ревности о Боге, любви к Христу и к народу Божьему, зависит духовное будущее России. Апостольская община окончательно осознала себя Церковью в момент Пятидесятницы, когда на апостолов сошел Святой Дух в виде огненных языков, и они получили силу к проповеди Евангелия всем народам. Тропарь праздника Пятидесятницы раскрывает смысл этого события. Здесь содержится напоминание о Вавилонском столпотворении, когда Бог, увидев безумие людей, вознамерившихся построить башню до небес, сошел и смешал их языки, чтобы они перестали понимать друг другу и прекратили строительство Столпа, который все равно рухнул бы и похоронил их всех под своими обломками. Разрушенное по вине людей единство человеческого рода восстанавливается в Церкви, где нет различия по национальному и языковому признаку, но всем дается новый язык, язык веры и молитвы, единомыслия и любви. Всякий раз, когда Вавилонская башня рушится, а она вновь и вновь рушится на протяжении всей истории, происходит смешение языков, обостряются противоречия между нациями, возрастает непонимание и недоверие. И только Святой Дух, Который есть Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, Который живет и действует в Церкви, может примирить всех, призвать к соединению и согласию. Продолжение следует...